Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге Парли Паминон, и сегодня мы будем читать 30 главу. В 29 главе говорилось о освящении храма, об открытии храма, его освящении и возобновлении богослужения в этом храме. Казалось бы, появилась надежда или луч надежды, что можно остановить грядущее наказание от Бога в виде вавилонского пленения. Но на самом деле инерция греха была столь сильна, что остановить было невозможно. Известно, что когда корабль «Титаник» шел и приближался к айсбергу, то айсберг увидели. Прожекторы высветили в темной холодной Атлантике айсберг, и те рулевые, которые были в капитанской рубке, они нажали «Остановить» и следующее движение — задний ход. Но инерция была «Титаника» такова, что он двигался вперед. Хотя механизмы были запущены остановить и двигаться даже назад. Был включен задний ход. Но все было уже лишено смысла, то есть исправить ситуацию было практически невозможно. И в тридцатой главе рассказывается о том, как приязыки начинается празднование Пасхи. Как это приязыки? Я же доязыки не праздновали Пасху. Все эти цари и благочестивые, и грешные, и святые, и праведные так были заняты сами собой, что во все время управления царей в еврейском народе они не праздновали Пасху. Вот представьте себе, если бы в России были бы правители, которые так бы были заняты собой, что забыли бы о том, что есть такой праздник Пасхи. У нас в России был воинствующий атеизм. А тогда вроде бы все были верующие. Таким образом, получается, что монархический период оказался самым духовно неплодотворным в истории еврейского народа. И он оправдывает себя только в одном потомке Давида. Это царь царей, Господь наш Иисус Христос. А монархический период – это идолопоклонство, это отступничество и беззаконие. И послал языки по всей земле израильской, иудеи, письма. И письма писал к Ефрему и Монасии, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совет царь и князя его, и все собрание в Иерусалиме, совершить Пасху во второй месяц. Ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не осветились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалиме. То есть они раньше хотели праздновать, но целый год там надо было еще и приходить в себя. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю, от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано, а в книгах царей прямо сказано, во все дни царей не совершалась Пасха. То есть последняя Пасха совершалась во дни судей еврейского народа. «И пошли концы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи, и по повелению царя говорили дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и он обратится к остатку уцелевшему у вас от руки царей ассирийских». То есть обращение было к тем, которых не увели ассирийцы и не погубили их. Почему это обращение поддерживают князья? Этим показывается единодушие народа в тот момент. Изыкия настолько положительная фигура во всех исторических книгах Ветхого Завета, что евреи воспринимали его как Христа. Они говорили, Изыкия мог быть Христом, если бы народ был бы достоин. То есть как Христос? Не Христос в полном смысле, а как? И далее говорилось в этом послании, «И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне же не будьте жестоковыны, как отцы ваши. Покоритесь Господу и приходите в освятилище Его, которое Он освятил навек». То есть они понимают, что хотя они участвовали все в освящении святилища, но это дело Божие. «И служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости упленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благо и милосерден Господь, Бог ваш и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». Действительно, ассирийцы очень много людей вывели из Израиля, как в свое время израильтяне много людей вывели из Иудеи и как наказание потеряли своих людей. «И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Монасиной и Дозавулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Асирова, Монасина и Заулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господня». Здесь мы видим, как реагируют израильтяне, которые слишком долго жили на этой неканонической территории, на приглашение прийти в Иерусалим и праздновать Пасху. Смеялись и издевались. 13 стиха ниже. «И собралось в Иерусалиме множество народа для совершения праздника опресноков, то есть Пасхи, во второй месяц. Собрание весьма многочисленное. Праздник опресноков — это тот же праздник Пасхи, а Пасха — это опресноки, потому что в Пасху уничтожался весь хамец, кислый хлеб, и люди ели только опресноки. В память о том, что когда они выходили из Египта, они так поспешно выходили, что мука не успела вскиснуть и подняться. Поэтому они питались опресноками. Опреснок — это символ отсутствия какой-то закваски. Закваска — это дело плохое, как Христос говорит. «Берегитесь такой закваски, берегитесь такой закваски, берегитесь такой закваски». Следующее действие, вот когда собрание весьма многочисленное во второй день месяца, и встали, и не спровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме. А мы уже читали, что они были на всех углах. И все, на чем совершаемо было курение идолом, разрушили и бросили в поток кедрон, это такая свалка, и закололи пасхального агнца в четырнадцатый день второго месяца священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли все сожжения в дом Господень. И стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. То есть действуя строго по предписаниям Пятикнижия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. То есть вместо нечистых священников, получается, алтарники, их помощники совершали эти действия. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Монасина, из Сахарова и Заволонова не очистились. Однако они ели Пасху. Не по уставу. Потому что надо серьезно относиться. В нашем случае Пасха наша, как пишет апостол Павел, Христос закололен за нас. Однако тот же Павел пишет, кто ест и пьет тело Господне, его святую кровь, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждении. Поэтому многие болеют и даже умирают. Но Иезекиев помолился за них. Иезекиев видит немощь этих людей. Столько времени жили без храма. Говоря, Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного. То есть устав как бы нарушен. Мы прочитали выше. Не по уставу это было. Но люди-то были неграмотные в законе Божьем. И Господь услышал молитву Иезекия. И услышал Господь Иезекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в семь дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа. И говорил Иезекия по сердцу всем левитам, имевших доброе разумение в служении Господу. И ели праздничные семь дней, принося жертвы мирные и славе Господа Бога отцов своих. И решил все собрание праздновать другие семь дней и провели эти семь дней веселья. То есть сверх того, что положено, они не могли остановиться в этом праздновании. Потому что Иезекия царь Иудейский выставил для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и священников осветилось уже много, но все равно эти жертвенные животные ожидали как бы в очереди. И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, все это народ, и плюс священники левиты. И все собрание, то есть они единодушно составили такой кагал, пришедший от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской и обитавшие в Иудее. Пришельцы – это, возможно, геры. Геры – это люди из числа язычников, которые принимали веру Авраама Исаака Иакова. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не было подобного всему в Иерусалиме. Здесь мы можем предположить, что Давид праздновал все-таки Пасху, и Соломон. А вот при Соломоне как-то это все прекратилось. Хотя в четвертой царей сказано, что во все дни царей не праздновалось Пасху. Но здесь есть надежда, что мы можем из этого стиха 26-го исключить Давида. Давид должен был праздновать Пасху. «И стали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах». Пасху ГОСТИ АЛЛЕЗИ Продолжение следует...